Здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодня я вам в помощь. Наступает пора, когда мы начинаем активно насевать все семена. Начинаются моменты, когда мы их обрабатываем, закаливаем или какими-то протравами занимаемся. И каждый раз возникает вот эта сложность. В частности, у меня это всегда мероприятие не очень, скажем так, приятное. Я в этом году нашла способ, который мне очень понравился. Я хочу, спешу просто с вами незамедлительно поделиться, чтобы успеть, чтобы вы тоже воспользовались именно в этом посадочном сезоне. Итак, что вам понадобится? Шприц. Шприц может быть любой, не обязательно новый. Может быть просто после того, как уже делали инъекции. Главное, что просто промойте его водой, чтобы он чистый был, не в лекарствах. Далее, семена. Я специально целенаправленно взяла семена покрупнее перцев и взяла вот такие семена, которые мелкие. Томаты города Сибири, они действительно мелкие, их много и они мелкие. Сразу вопрос возникнет, а если у перцев действительно семена крупные, а вот у томатов они помельче. Есть еще даже мельче, чем вот у меня. Как с ними быть? Вот я уже, опережая ваш вопрос, сразу же все это предусмотрела. Итак, шприц, вода. То есть, ну, тот момент, на который вы сейчас проводите. Если это протравка, значит, соответственно, у вас здесь раствор марганцовки или каким-то другим препаратом. Если это стимуляция, пожалуйста. Что дальше мы делаем? Шприц у нас вот так легко вынимается. Я отрезала семена томатов. Я их выспала на ладошку. Вот здесь они, но я не скажу, что они крупные, не скажу, что они мелкие. Они такие, в общем-то, достаточно средние. Я их засыпаю в шприц. Вот так. Закрываю. Причем вот этот клапан я не помещаю прямо, чтобы он на нас семена давил. Снимаю иголку. Можно с иголкой, но мне что-то больше понравилось. Почему-то понравилось больше без иголки. Далее я набираю тот самый раствор, который мне нужен. Пусть это будет стимулятор роста. Вот таким образом. Далее я закрываю иглой и подписываю. Если, например, мне нужно будет обработать семена, не обработать, а простимулировать. То есть у меня стимуляция займет, к примеру, ну, сутки или там целую ночь. Я вот таким образом подписываю сорт. Ставлю, например, единица. Это у меня будет вот это. И здесь на пачке ставлю тоже номер один. Все. И далее мы кладем на протравку. Или на стимуляцию. Или же на другую какую-то обработку. После того, как закончилось время обработки, наступает момент слива вот этой вот жидкости. Здесь тоже все очень просто. Снимаем иглу. Не бойтесь, они никуда не улетят. Вот смотрите, видите, они никуда не деваются. То есть они находятся вот в том месте, где у нас и были. Дальше я сливаю этот раствор легко. Семена не застревают, не попадают, ничего. Все, слили. Дальше я их вот так стучу. Можно даже чуть-чуть оставить раствором. Не страшно. Вот так. Слить аккуратненько. И после этого я их просто вот таким образом вынимаю. Все они здесь. Если у меня уже все протравления заканчивались, я стучу, как при инъекции. И забираю вот таким образом семена. Все. Они вот здесь остались у меня все на поршне. Все. Я их рассыпаю на высушивание. И дальше пошло на посев. Я думаю, что все согласятся со мной. Это хороший способ. Главное, что ни руки, ни ватные диски. Ничего здесь больше не нужно. То есть вот легко и просто. Я думаю, что вот такой мини-мастер-класс вам обязательно пригодится. Воспользуйтесь им. И вы вспомните меня добрым словом. Я вас уверяю. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. Всего вам хорошего. Всем пока.